Всем привет! Наливайте чай или кофе. Сегодня будет красиво, потому что я приготовила небольшую экскурсию. Когда я приезжаю в Москву, мы с подругой обязательно ездим в какой-нибудь маленький город. Обычно она говорит, поехали искать русскость. В этот раз мы планировали посетить город Гороховец, но оказалось, что воскресенье не лучший день, потому что все билеты из Гороховца в Москву были раскуплены. Пришлось срочно искать другой вариант. Мы хотели поехать в такой город, где никто из нас еще не был. Выбор пал на Малый Ярославец. Два часа на электричке, и мы на месте. Я много раз говорила, что обожаю ездить на поездах. Кстати, когда мы уже подъезжали к Малой Ярославцу, меня захлестнула ностальгия. На одной станции я услышала объявление. Внимание, поезд! По первому пути из Москвы. Я слышала эту фразу каждый день, когда в детстве проводила лето в деревне, потому что наш дом был недалеко от вокзала. Наконец, мы приехали. Чем же нас привлек Малый Ярославец? Там есть красивые церкви, старые дома, а еще военно-исторический музей. Туда мы сразу и пошли. Во времена Отечественной войны 1812 года в городе произошло большое сражение. В результате он был почти полностью уничтожен. И в музее можно увидеть оружие, форму и другие предметы, которые связаны с тем событием. Нам повезло, когда мы пришли в музей, там шла экскурсия. Поэтому мы услышали несколько историй. Но должна признаться, что музей и диорама очень маленькие. Я думала, что они будут больше. Затем мы пошли в сторону собора. Когда мы дошли до места, я поняла, что начинается та русскость, которую мы хотели увидеть. Несмотря на то, что место было красивое, мы все еще надеялись найти старые деревянные дома. Поэтому пошли в сторону частных домов. И почти сразу нам улыбнулась удача. Мне кажется, дом выглядит очень интересно. Как вам? Пишите ваше мнение в комментариях. Кстати, дальше мы еще нашли несколько домов с красивыми наличниками. Улица, на которой стоит этот дом, привела нас к женскому монастырю. Там строгие правила, поэтому нам пришлось взять платки, чтобы покрыть голову и ноги. Как вам мой финальный образ? Монастырь возник то ли в 14-м, то ли в 16-м веке. Но думаю, что это не очень важно. А после монастыря мы пошли к реке. На этом месте я заканчиваю мою мини-экскурсию. Надеюсь, что вам было интересно. Продолжение следует...